Этих людей не увидишь на сцене, но именно от них во многом зависит атмосфера спектакля. Они придумывают костюмы и декорации, экспериментируют со светом и цветом, словно наряжая постановку. Всё это о театральных художниках. Татьяна Карасёва в профессии 33 года. Около 20 лет работала в Драматическом театре имени Луначарского, позже в городском ТЮЗе. Там участвовала в оформлении порядка 30 спектаклей. Для неё всегда на первом месте не самовыражение, а она исходит от драматургической основы спектакля, от идеи режиссёра. И не просто это делает каждый художник-постановщик спектаклем, она является, собственно говоря, соавтором почти всех спектаклей. Она отстаивает не какие-то там свои личные интересы, а именно интересы спектакля и добивается своего. Стиль спектакля, по её мнению, никогда не должен нарушаться. И чтобы стиль действительно не нарушался, каждый раз приходится проделывать кропотливую работу, перечитывать художественные произведения, изучать психологические портреты героев, исследовать нравы и манеры разных эпох. Это мужской кафтан времён 18-го столетия. Такой был у Митрофанушки из комедии Дениса Фанвизина. Недоросля в ТЮЗе ставили в начале мая. Эскизы костюмов Татьяна Карасёва готовила по уникальным старинным выкройкам. Чтобы соблюсти все правила пошива того времени, несколько месяцев изучала историческую литературу и моду трёхвековой давности. Тогда был вообще совсем другой крой. И это всегда зритель каким-то спинным мозгом чувствует, понимаете, правду на сцене. И вот, да, я, конечно, долго думала, кого пригласить. Пригласила таких мастеров. Получились, вы знаете, такие достоверные костюмы. Вот. Именно вот чувствуешь сразу, что у них там и внесли, у неё плеча туда переходят. Здесь переходит шов сюда, на эту сторону. Комедия «Недорсль» – одна из главных премьер нынешнего сезона, отмечают в театре. Сложна постановка тем, что одновременно на сцене должны находиться до десяти персонажей. Это люди совершенно разных сословий и характеров. Создавая образы и наряды, художник-декоратор опиралась на собственные впечатления от книги. Но главное – старалась угодить современному зрителю. Есть высший свет. Это правдинный стародом и там сам Милон. Они такие все у меня серенькие, беленькие, серебряные, идеальные. Вот. Есть слой дворян, которые скотинины. Тематическую выставку в холле театра на Большой Морской посвятили юбилею Татьяны Карасёвой. Здесь снимки, сделанные во время спектаклей, макеты декораций и портреты. День рождения художницы будут отмечать в пятницу, 27 мая. На сцене ТЮЗа снова покажут «Недоросля». Кроме того, до конца года планируют поставить ещё две премьеры – детскую комедию «Чемоданное настроение» и спектакль «Последний срок» по мотивам повести Валентина Распутина. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.